Алоха, с вами Спортплейн, и мы возвращаемся в темные коридоры корейской школы. В прошлом видео я несколько тупил, поскольку все-таки прохожу игру первый раз, и это вполне логично. Но теперь к этому видео я немного подготовился. Как я в прошлый раз и говорил, что я поизучаю несколько местность, куда нам идти, как отбегать убийцу и что делать. И я знаю, что делать. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Итак, открываем карту. Как мы видим, мы находимся в главном здании на третьем этаже, в классе 3С. Что нам нужно сделать? Нам нужно будет сейчас выйти отсюда, заманить убийцу сюда, спрятаться в этот шкаф. Она забежит сюда, отойдет немного в сторону, мы будем выбегать из этого класса. Из шкафа она погонится за нами, и мы идем. Куда мы идем? Мы спускаемся на второй этаж и бежим налево до самого конца и прячемся в туалете. Поскольку на четвертом этаже никуда путей нету, вниз, дальше можно, конечно, и до медпункта спуститься. Хотя нет, там будет перекрыто тоже. В общем, сейчас все увидите, как следует действовать. По крайней мере, как действовал я, когда пробовал что делать. Можно прямо с фонариком выходить, неважно. Увидится, в любом случае на нас сагрится. Вот она стоит. Выбегаем, вниз, и здесь, на этом этаже, до конца по коридору, валите, будем прятаться. Так, все, она от нас отстала. Теперь можно до ее следующего появления поисследовать местность. А что поисследовать будет? А я вас уверяю, мы найдем очень много записочек, так? Тейхун становится подозрительным. Нужно что-то делать. Сехо. А может, это вообще Сехо сделал все это с Тейхуном? Так как башка поехала, почувствовал себя крутым чуваком, который имеет власть. Так, мужской туалет закрыт. Ага, да, здесь можно спуститься будет на первый этаж, но пока что не надо. Сперва займемся исследованием этого этажа. Так, здание обваливается. Я убью этого маленького крысеныша своими собственными руками. Тень. Так, это мы зашли в зал отдыха учителей. Советую в каждом классе, когда заходим, включать фонарик, поскольку будет много растений и духов из земли. Поэтому нужно быть очень внимательным. Так, вот видите, теперь еще растения. И таких будет много сейчас в ближайших местах, где мы будем проходить. Конечно, я бы мог сразу побежать и уже выйти в западное крыло, но я вам покажу, как найти несколько записочек. Так, почитаем. Доклад ЕСОЛЬ ДУХИ. Заметьте, до этого у нас на последнем листочке не было записей никаких. Ну вот, началось. Значит, мы реально близки к развязке. Итак, трагические события и эмоциональные переживания в школе Сейва породили духов. Теперь они называют школу своим домом. А наиболее сильные могут даже управлять тканью комы. Согласно моим наблюдениям, сильнейшие духи, способные к телекинезу, проклятиям, не могут вызывать жуткие галлюцинации. Они часто зациклены на своих прошлых неудачах и делах. По возможности, лучше избегать. Ну, вероятно, духов лучше избегать. Автор ЕСОЛЬ ХАН. Да, ЕСОЛЬ опытная в этих делах, но это было несложно догадаться после первого ее появления в мире кома. Точнее, после того, как мы ее впервые встретили в мире кома. Так, идем. Найти его! Убить его! Здесь у нас закрытый кабинет. Найти его, найти его, убить его. Все. Логично, стандартно. Так, здесь надо сломать. И это кабинет директора. Так, здесь безопасный шкаф. Дальше одно растение. Видим, оно находится внизу, около креслица. О, водки стали без глаз и с большими ртами. Глубокая глотка. Хе-хе. У всех. Причем. А последняя, похоже, с кровавой улыбкой, как у Джокера. Может, она его косплеит? Фанатка? Так, еще одна записочка. Сейчас мы ее прочитаем. Доклад Есоль. Тени. Большинство духов все еще считают себя частью материального мира. Словно сизип, они обречены вновь и вновь повторять одни и те же рутинные действия. Тем не менее, некоторые духи настолько сильны, что обретают самосознание. Эти очнувшиеся души становятся опасными и отчаянно пытаются проникнуть в материальный мир. Мы называем их тенями. Так, вот из-под пола появилась. Кстати, она не всегда здесь появляется, что очень-очень опасно. Вообще, из-под пола, я так понял, эти духи могут появляться в разных местах. То есть, они вроде как запрограммированы появляться в конкретных комнатах. Но вот я, когда забегал в это помещение, когда исследовал, куда идти, и что делать? На меня не нападал этот дух, были только цветки. Поэтому надо очень-очень осторожно, если хотите, опасаться всего. Не могу вас заверить, что когда мы вот так вот уже пробежали и прячемся от убийцы, она на нас... Вот мы спрятались, вышли спокойно и можем долго ходить, пока она на нас снова не нападет. Прямо поэтому, прямо с фонариком я хожу. Где ты? Куда же ты? Где? Так, где закрыто? Как будто вся ткань школы с треском разрывается на части. Так. Теперь нам нужно в конец коридора и на другой этаж. Так, видим растения. Отлично, отлично. Пока все идет вполне хорошо. Теперь спускаемся на первый этаж. Получил я урон. Здесь надо было не заходить в эту дверь. Я забыл об этом несколько из источков сохранения, потому что сразу как мы ходим, здесь появляется цветок и атакует нас, тем самым нас отравляя. Я нашел записку, но прочитаю ее немножко попозже. Раньше здесь был анатомический муляж. Куда он делся? Монетка. Так, я помню записки, но у нас пока я, поэтому давайте немного дальше пройдем. Так. Ах, нас еще разок отравили, но мы уже и так отравлены, поэтому не все страшно. Еще нашли монетку. Так, если что, мы съедим чипсы. Пока антидота у нас нет. Так что, в любом случае, не помрем. Так, открываем медицинский кабинет. Мне не нужна операция. Отпустите меня домой, пожалуйста. Неизвестный. Операция здесь? Может ли написанное быть правдой? Или это искаженная реальность? Здесь кровь. Не знаю, что за занавеской, но трогать это я не хочу. Сан Хо Сун. Класс 1D. Мы дрались, но он сумел выйти сухим из воды. Так не пойдет. После обеда у него заболит живот. Скорее всего, он не станет лечиться до завтра. Пока боль не станет невыносимой. Он пойдет к медсестре, но таблетки не помогут. Нет, ничего не исцелит ту изнуряющую боль в желудке. И он прогуляет весь семестр. Я знаю Хансо. Он слегка с энтеритом, но весь семестр не прогулял. Его не было всего несколько дней. Если это и было пропятием, то каким-то уж хлипеньким. Так, съедаем чипсы. Сколько на нас яд. Гахи Чхва. Класс 1B. Это мерзкая дрянь. Каждый день заглядывает в мой класс, пытаясь привлечь мое внимание. Достала. У нее хроническая мигрень. Пусть проберется в медпункт, когда там никого не будет. Мы сделаем так. Так, что-то оно само пропадает, когда читаешь иногда. Эти записки очень странно. Так, мы сделаем так, что она найдет нужные таблетки от боли, а затем посмеется над ней, пока она будет мучиться. Что думаешь, тень? Ее по-любому вышвырнут из школы, Сехо. Сехо пользовался этой старой плитой, чтобы приходить и управлять тенью. Он также вымещал свою большую фантазию на других учениках. Надеюсь, с Гахи все в порядке. Думаю, нам повезло, что у Сехо такое мелкое представление зла. Если бы флейта попала в руки кому-нибудь вроде Мемкиля, люди пострадали бы куда серьезнее. Неужто и у Пулона такая сила? А, я понял, вероятно, почему сбрасываются записки, потому что мы от яда получаем урон. Так, вот пришли антидот. Это было его пораньше. Добраться сюда и потом посчитать записочки. Я помню, что он где-то находится, но не помню, что именно здесь. Так. Еще пинтик, два пинтика, но если что, заюзаем один. И поменяем на что-нибудь другое. И здесь безопасный шкафчик есть. Не сно пойдет проветрить грязное бельишко председателя, когда ее случайно убьет один из школьных офицеров. На суде раскаившийся охранник раскроет тайну председателя. Стоп, нет. Председателю лучше оставаться на своем посту. Без него вся школа развалится. Может, тогда его лучше защищать? В конце концов, должны же мне заплатить. Неизвестный. Кажется, что-то намечается. Так, мы видим, сверху вылезла. Опа! Давай, пока. Хорошего полета. Ты не уйдешь. Наш секрет нельзя никому рассказывать. Теперь твое место здесь. Ну, таких записочек много одинаковых. Тень хочет, чтобы мы не выбрались отсюда, что вполне логично с ее точки зрения. Повсюду летают всякие предметы, вопреки всем законам гравитации. Так, мы нашли шоколадный батончик, но рюкзак полон, поэтому юзаем один пинт. И берем эту небольшую речилочку. Блин, если ты попал по мне цветок? Слишком я близко подошел. Елки-палки. Еще раз! Получил урон! Так, еще записка. Я помню, что у нас уже одна записка есть, которую я не прочитал. Все будет. Все будет. Сейчас мне главное не помереть. Как будто вся ткань школы начинает с треском разрываться. А здесь есть дырка-переход. Ага. Ну и здесь есть дырка-переход. Так. Отсоюзать батончик. В сумке какая-то липкая темная субстанция. И кажется, она шевелится. Внутри полно червей. Фу. В этой сумке полноту и непонятное дряни. Так, здесь мы получаем энергетик. Энергетик это тоже лечилка. Юзем, поскольку она у нас яд. Так. И вот мы оказываемся в 3Б. Ещё чипсы находим. Это ещё лечилка. Вот это я понимаю неплохо. Найти его, убить его. Всё стандартно, крешировано. Привет, убийца. В дырку за нами она не будет бежать. Хотя в некоторых дырки почему-то она за нами бежит. В одном из видео мы помним, она за нами бежала. В своей прошлой форме. Но здесь нет. Когда я проверял, за нами точно не бежала. Поэтому мы можем идти дальше в наглую. Так, ничего полезного. Школьный батончик. Но рюкзак уже полный. Берём. Вот лечилки очень хорошо разбросаны. И не зря. Так, теперь заходим в 3А. Спасительный шкафчик. Но мы скоро уже перейдём в западное крыло. Похоже, это единственное, что уцелело. Так. Я убью этого маленького крысёныша своими руками. Найти, убить. Всё ясно. Всё было. Как будто эти записочки должны нас напугать. Заблокировано. Уходим. Сейчас будет кое-что, чего я не знаю. Как мы видим, я смог пройти на этаж повыше. То бишь, на четвёртый этаж. В прошлый раз я в него не пошёл, потому что появилась убийца. И я пошёл в кафетерий. Но, говорю вам сразу, если вы зайдёте сейчас в кафетерий, назад вы вернуться уже не сможете. Поэтому нужно сходить наверх и посмотреть, что же там будет. Как себя будет убийца вести, появится ли она сейчас там или нет. Вообще, по идее, там не должно быть много куда ходом. Судя по карте. Потому что, судя по карте, там что есть? Туалеты. Ну, а дальше как бы тупчок. Но если убийца не останет, вариант какой? Пойти в 3Б. В дырку. От неё убегать. Так, допиши, если это 3А. Одна дверь, вторая. Пробежать, да. Давайте тогда сейчас заманим её. Она в любом случае, скорее всего, находится всё там же на четвёртом этаже. Мы пробежим в 3Б. Зайдём в дырку и посмотрим, что будет тогда. Не в 3А, не в шкаф, а в 3Б. Возможно, тогда она пропадёт. И не будет сейчас находиться на этом этаже. Так, стаминка. Давай, восстанавливайся. Её мы проверим. Но если она будет там находиться, то тогда пойдём в кафетерий. В кафетерий в любом случае безопасная зона. И переход. И вот первое здание, где всё началось. Она всё равно и там находится. Я просто решил в этот момент проверить, что же находится на четвёртом этаже на записи. Интересно. Там, в общем-то, всё перекрыто. Вопрос только в том записке. На записке. Вот в чём вопрос. Ну ладно. Пойдём. Она ещё здесь? Ха-ха, ну ладно. Не хочет убийца уходить с четвёртого этажа. Я просто не знаю, куда её ещё отманивать. Возвращаться в дырку, уходить куда-то далеко, чтобы с ней встретиться. Но не факт. Что когда мы сюда снова вернёмся, её уже не будет на четвёртом этаже. Ну и оно всё равно будет нам там мешать. Смотрите, не пропадает их, правда? Тогда я просто не исследовал поход на четвёртый этаж, когда тестировал. Я посмотрел по карте, что, в общем-то, там должно быть всё закрыто. И решил не проверять. Ладно, уходим в дырку. Хорошо, что можно сквозь цветок пробежать и не нарваться на урон. Вот именно вот так. А, в этот раз что-то пошло не так, ребят. Возможно, потому что я решил понаглеть и пойти на четвёртый этаж. Убийца решила, вероятно, тоже понаглеть, изменить свою тактику и не давать пройти. Потому что если не идти на четвёртый этаж, то, в общем-то, там прячешься в шкафу, выходишь обычно или в дырку вот так. И потом спокойно пробегаешь весь коридор до кафетерия. Так, вот её теперь нету. Ох, что здесь в туалет нельзя спрятаться. Чтоб, например, спрятались в туалет. Ладно. Она находится там. Та-да. Уходим. Здесь мы сохранимся. До этого можно не сохраняться, если идти по такому пути. Так, вот мы находим антидот. Так, у нас лечилка. Давайте. Снимем это. Купим. Купим ещё лечилку. Во всякий случай. Сейчас почитаем записки. Так, а здесь безопасная зона. Итак. Про духов и теней мы читали. Вот мы нашли ещё куклы и кома. Давайте начнём с куклов. Доклад ЕСОЛЬ. Куклы. Куклы, не настоящие духи. Это искусственные существа, созданные, чтобы прислушивать теням. Поскольку их присутствие в коме неестественно, они очень непредсказуемы. Они могут, не задумываясь, убить. Так что в присутствии этих марионеток лучше быть на чеку. Согласно моим наблюдениям, они подобны куклам в виду... А, подобны куклам в воду и привязаны к чучелам своих реальных аналогов. Автор ЕСОЛЬ ХАН. Доклад ЕСОЛЬ КОМА. Кома – это теневая, искажённая версия нашего реального мира. Существует много способов попасть в неё. Но это может быть опасно. Одни могут пробыть в коме всего пару часов. Другие несчастные могут застрять тут на десятки лет. Эти оторванные души могут бесцельно блуждать по коме. Сам термин «кома» придуман борцами с духами из-за реальных последствий заточения здесь. Сам термин так. А, борцами с духами? Автор ЕСОЛЬ ХАН. ЕСОЛЬ ХАН. То есть борцами с духами по множественном числе. То есть ЕСОЛЬ не единственная такая. Но вот я говорил уже в одном из прошлых видео, что вот вам реальный концепт. Можно делать несколько хорроров. Но почему-то мы знаем только одну игре по коме. Это эту. Ну, первая версия вышла в 2015 году, которую сейчас уже не купить, по крайней мере, в стиме. И вот её ремастер. Ну, а разработчики бы, блин, могли сделать продолжение. Хотя всё, наверное, зависит от финансового вопроса. ЕСОЛЬ, это наглая дрянь. Почему она здесь? Не борец ли она из того мерзкого союза, что разрушил мой предыдущий план? Это из-за неё тут тот мальчишка. Она не должна здесь быть. Тень. Ага, а тень, значит, её уже знают. Так, мы ещё записочку нашли. Ну, сейчас пройдём немножко. На всех телевизорах идёт этот странный ролик. Так, здесь можно сохраниться. Но, сперва, читаем записку. Старая записка. Выход из комы. 2. Чтобы покинуть кому, человеку нужно вернуться туда, откуда он или она пришёл. Реликвия привязывает себя к этой точке выхода. Как в сердцевине урагана, в этом месте сила комы слабее всего. Здесь можно убежать. Покуда у меня есть целая реликвия, я легко смогу вернуться домой. Автор, боец с духами. Там не всё началось, поэтому мы идём в наш класс 1Е. Убийца в бешенстве. А тень пытается отрезать путь, разрушая школу. Нужно сейчас же добраться до 1Е. Да, этим мы и займёмся, но сперва сохранимся. По идее, большую часть пути мы прошли. В западном крыле я не всё исследовал, только начало, но я думаю, там в любом случае не должно быть очень сложно. Но и расслабляться я вам не советую, поскольку убийца будет за нами следовать. Не выходит. Что-то блокирует путь. Так, в этот уже туалет, в другой можно зайти. О, с туалета проросло много растений. Видать, кто-то хорошо пообедал. Или поужинал. Так, запоминаем мужской туалет. Этаж третий. Нам надо на второй, но всё не так просто будет. Насколько лестница тоже заблокирована. Слишком темно. Да и пройти тут всё равно нельзя. А то, что тут растения нет, новый бы комментарий. Игра должна была бы сделать, что как бы ростки мешают пройти. Не видно низки. Всё, что я могу расследить, это парящие в воздухе книжки и обломки мебели. Так, полу. Отлично. Здесь же наоборот. В женский туалет можно спрятаться. Даже вон, видим стрелочку, такую красненькую. Возможно, это кровь. А здесь топорик. Так, ага. Значит, в предпоследний туалет прятаться. Это важно. Почему мы не можем взять топор? Блин. Вон, Есоль вообще напала на тень. Я не знаю. Почти с голыми руками, хотя может у неё искать перед битвия. Чтобы бороться с тенями. Хотя, это же кукла, да. она напала на куклу. Чтобы помочь нам. Потому что бегает убийца за нами, как я понял, из записок это кукла. А тень это та, которая была тогда с Эхо. Которой мы принесли часть флейты. Может, мы зря поступили и не надо было флейту, например, приносить. Но, не знаю, можно её разве не приносить, к примеру. Неизвестно. Так, заперто. Заходим в 2М. На удивление, тут почти ничего нету, кроме битвиков. Она не... Она мечтала стать музыкантом. Но разве этого добьёшься всего лишь с плейтой? Так и вышло. Всем было плевать. И надежды лишь оттигощали её печаль. Слышим убийцу. Ещё сохранение. Кстати, можно сохраниться. Поскольку будет один момент, когда зайдём, я вам о нём скажу, который меня заинтересовал. Я его не до конца проверял, поэтому сейчас сохранимся, чтобы, если что, до конца проверить. Старая записка реликвии 3. У каждой реликвии есть физическая и духовная форма. Реликвия, которую принесли в кому, обычно повторяет свою материальную форму. В то же время, будучи здесь, можно якобы физически решать реликвию, но это будет лишь её духовная оболочка. Иногда могущественные реликвии даруют своим владельцам силу. Разумеется, у самой силы нет воли, так что владелец может использовать её по своему усмотрению. Хм. Владельцам силу даруют. Но владелец сам решает, как эту силу использовать, то есть, я так понимаю, во благо или во зло, либо есть какое-нибудь, может, разделение реликвий, что есть реликвии, которые направлены на добро, и реликвии, к примеру, которые направлены на зло. Либо же первый вариант, что всё зависит от владельца. Это как какие-нибудь научные разработки. Некоторые можно использовать во благо, а некоторые во зло. Сыграв на инструменте в последний раз, она сама себя прокляла и наложила руки. Тогда-то она и встретила меня, неизвестный. Так, это мы читали. Значит, тут в 2Е можно спрятаться. Окей. Ау. Возможно. А! Хорошо, что я сохранился. Давайте лучше загрузим, пожалуй. Не хочу получать урон. Просто так. Ну как просто так. Из-за того, что я немного протупил и решил забежать в другой класс. Всё равно сохранение рядом, я лучше. Если что. Отбегу. Сохранение всё равно, как я сказал, было рядом. Или не сказал. Но в любом случае, если искал или не искал, повторяю, сохранение было рядом, поэтому ничего страшного нет. Вот видите, сейчас нет убийцы. Хм. На удивление. Хотя я также иду с фонариком. Так, растения. Видимо, два. Можно иногда не заметить. Отвлечься, например. Ещё записочка. А, ну здесь тоже есть, кстати, шкафчик. Поэтому можно было в общем-то и сюда обижать от убийцы. Прочитаем записку. Ага, выход из кома один. Если реликвия утратит свою целостность, к примеру, сломается, её сильное притяжение к коме не позволит вернуться в реальный мир. Этого можно избежать только с целой реликвией. Её владельца нельзя вырвать из комы звуками из реального мира или даже физическим контактом. В наихудшем случае, он может полностью потерять связь с внешним миром. Ага, то есть реликвия должна быть целой, чтобы вернуться. А у меня же нет с собой реликвии. А, или есть язык кулон, если он является той реликвией как раз таки. Я просто подумал про флейту. заперто. Проходим на третий этаж. Наш класс находится, напоминаю, на втором. Антидотную закона. Так. Заюзаем кофеек, чтобы взять антидот. Еще один спасительный шкафчик. О, в западном крыле очень много спасительных шкафчиков, что, конечно, упрощает дело. Ага, старые реликвии два. Нашли сперва третью, теперь вторую. Так же, как и выход с первого вторую, а потом первую. Итак, два. Старые, старая записка реликвии. У каждой реликвии есть свое притяжение. Оно связывает обладателя реликвии с комой. Как человека притягивает к земле гравитация, так его и притягивает в коме весом его или ее реликвии. Не обладая полностью властью над реликвией, которая тебя перенесла, выжить в коме будет труднее. Такое притяжение нужно будет сломить. Борез с духами. Хм. А если ты имеешь эту реликвию, с которой ты попал в ком, у тебя не должны трогать куклы и тени. Или как? Или тень вообще только одна? Хотя нет, теней же несколько. Может быть написано тени, значит они могут быть несколько. Так, там спасительный шкаф. бинт, по бинт и ножам, антидот важнее. Родители были ей недовольны, а ей не нравилось, какую жизнь они навязывали. Она хотела обрести в себе силы, и это не была ненасытная жадность. так. Мы в середине карты, второй класс. На этом этаже средний. Вот. Тот момент, о котором я сказал, что я скажу позже, вот эти две дырки. Я исследовал только правую. И то, там, когда мы в нее зайдем, еще две дырки будет. И там, если мы зайдем в одну, то назад почему-то мы вернуться уже не сможем. Поэтому сейчас я, когда буду заходить, я буду в левую заходить. Но хочется еще исследовать и другой класс, 2С. и тут тоже шкаф. Замечательно. Что может быть лучше спасительного шкафчика? Ну, здесь у нас тупичок. Хочется пройти до туалетов, да. Я знаю, вы хотите это, чтобы я прошел до туалетов. Но я не смогу пройти до туалетов. Мы видим, что одна дырка там сверху. Интересно, не правда ли? Может, один из таких путей привезет меня туда, я не знаю, типа, глю, гейм-овер, мы окажемся в этой смеси какой-то и умрем. Ну, не знаю, давайте посмотрим, куда придет нас этот путь. Ладно, не лучший вариант. Здесь сразу цветок. Заюзаем антидот, у меня их уже два. Так, я нахожусь в туалете. Так, 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 это не этот валет около кафетерия, то есть это шоткат сюда и назад, смотрите, не вернуться. То есть мне сейчас придется все проходить здесь по новой. Да, немного, немного так, да. Окей, ладно. зато я это проверил и для себя, и для вас зрители и мы знаем, что один из этих шкафов это шоткат. Окей. Так, буду ходить через классы. Мне кажется, это безопаснее. пробегаем, пробегаем. И здесь, да, и здесь. Значит, идем в правую дырку и сперва я пошел правильно. Там, когда я зайду в правую дырку, будут еще две дырки. Я тогда пошел в одну из них. Возможно, другая тоже у нас, так сказать, от шоткатит к началу. А здесь тоже надо быть осторожным, видим, вон труп лежит. Ну, или дух. Непонятно, кто это. В полу. Где я? На всех телевизорах идет этот странный ролик. Так, вот здесь снова две дырки. Я вроде пошел в правую? Или в левую? Хм, я не помню. Поэтому как... Поэтому пойду я, наверное, сейчас правую на левой стрелочке. Так, я нашел записку. Старая записка. Тень. Я нашла старую плейту, что подтверждает старую сказку. Погибшая владелица этой реликвии стала самым сильным духом Хомы Школы Сейва Тенью. Теперь она крайне опасна и не подчиняется мне. При помощи плейты я смогла ее поймать и заточить, но ненадолго. Увы, она вернулась. Можно ли как-то ее уничтожить? Автор борец с духами. У него записка от женского рода, поэтому, скорее всего, это тоже Есоль писала. Так. Владелец этой реликвии погиб. в сейве. Но она стала сильным духом Комы в сейве. Окей, ладно, идем в правую дырочку. Оказываемся в валете четвертого этажа. Безопасный. То бишь, это тоже шоткат, но на этаж повыше. Куда? Но на этаж повыше. Ха-ха, ладно. Я догадывался, что это будет шоткатом, но хотелось проверить. Блин, мы получили ранение, потому что я случайно перекатился. Поскольку управление, как я уже говорил в первом видео, несколько странное на геймпаде для переката, пишется, что на если на боксе на РТ, на ЛТ, но на самом деле надо стик нажимать наверх, чтобы перекатиться. Это несколько не очень удобно на мой взгляд. Вот из-за этого, поэтому иногда у меня и получается перекаты вместо того, чтобы просто пробежать. Так. в левую надо была черная стрелочка. Но вдруг другие вы привозили к каким-нибудь запискам, поэтому я решил исследовать. Так, закрыто, закрыто. И здесь тоже стрелочка черная указывает на средний туалет, средний безопасный. Но, конечно, когда убегаешь от убийцы, можно об этом позабыть и не обратить внимание на стрелочку. Вот, например, как сейчас. Ладно. Мы вроде не так давно сохранялись. Так. Вот это сохранение. Если верить по времени, то минут сколько? Где-то 10-12 назад, но за это время в общем-то А, да, еще записочки. Ладно. Ну, сейчас мы быстро все проверим. точнее пробежимся не все проверим, а пробежимся по уже старым местам по-быстрому. К сожалению, я протупил снова с убийцей и побежал не в ту сторону. Надо было бежать в толчок прятаться. Либо других путей отхода я там не знаю. Там я уже до того места не доходил. когда тестировал куда нам идти и что делать. Так, антидот. Подтянем его. Ага, это кабинет с дырками. Окей. А мы помним, что сперва в правую дырку идти, а потом ту, на которой указывает черная стрелочка. дырка. 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 И мы Сперва направо, потом налево. Все просто. Так. Мы вернулись. Найди этих двух маленьких крысенышей. Воу! Я несколько в замешательстве. Убийца была просто так в валите. Когда нас там не было. Зачем? Серьезно, зачем? Это очень странно. Конечно, удары у нее очень жесткие. Теперь аж по три холкса сносят. Ну а что мне нравится, даже спрятавшись в туалете, я могу открывать меню беспалево. Лечиться. Зайдем снова в туалет, давайте. Там есть какая-то красная стрелка туда. Направо. Типа игра намекает нам, что там что-то находится. Но если там находится убийца... Так что ж мне делать-то? Это мне надо ее куда-нибудь отманить? Наверное, не в этот туалет, а в другое какое-нибудь место. Может быть. И потом, возможно, можно будет зайти в тот туалет, и там будет безопасно. Но поскольку я еще не знаю расположение на этом этаже, в нынешней ситуации, то будем... Сперва исследовать его. Так. Ну, цветочек, давай. Не задерживай меня. Хорошо, тут можно вниз пробежать. Так, похоже, в туалете ничего нет. Только убийца, который хочет нас замочить. Заметьте, какая наглая. То есть, туалета вышла, пошла за нами. Но я обещал, что здесь меньше будет затупов в этом видео. Вначале их было меньше. До того места. Точнее, в течение того времени, пока я... То, что я исследовал. А то, что я уже не исследовал, уж... Извиняйте. Но мы... Теперь... Снова в положении неизвестности. Поэтому этот кусок здесь сможете, если что, перемотать. Здесь не будет ничего нового сейчас. Поскольку я прохожу... То место, в котором уже был. ... А-а-а-а. Тихо! Тихо! Продолжение следует... 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 Вот, повтор, но, как я сказал, зрители, вы сможете промотать. Да. Поскольку монтаж в программах не всегда хорошо влияет на видео, иногда режет качество, зависит от формата. Ну и запариваться с этим не очень удобно, тем более для плохого железа. Да. А у меня именно плохое железо, я вообще не знаю, как... Ха-ха, я некоторые игры записываю, но что-то даже мое древнее железо может записать на удивление. Что, конечно, радует. Я вроде так старался от убийцы сбежать. А у нас все равно, блин. Эх, застало нас в тволесе. Окей. здесь здесь ничего нет дальше так цветок пропадай завязываем пожалуй бинт и купим чипса да несмотря на то что я закупил тогда лечилки но к сожалению из-за того что здесь нельзя никак оглушить убийцу а только прятаться лечилки то мне не помогли абсолютно никак ладно растение записка камен киля ага и справа тоже растение забыло сейчас хотя тоже там справа ничего не было кроме него слышим как шарится убийца и снова справа растения на этом этаже нету спасительных шкафчиков странно это только один квадрат у меня правый нижний сейчас да ёлку палки еще я я в правом нижнем квадрате нахожусь очень много дверей и все это получается как бы правый нижний квадрат и не один бас везде один бэ это как это надеюсь я успею вроде успел там что то не так там везде один бэ везде стрелочки и везде один бэ как это так то хотя на карте мы видим да заляпано все кроме один бэ но там нету перехода из один бэ куда то дальше это очень странно есть один ц пришли антидот букет нашли так иди она что просто сбежала как это возможно я 손 я тебя найду обязательно найду тебе от меня не скрыться Тень Так, один А Отлично О, дельсохранение, ура Значит, теперь если я буду погибать на видео Я буду уже погибать с этого места О, спасительный шкаф Великолепно Где ты раньше был? Сеху надо бы, как этот, Соли Снэйк Коробку с собой спасительный носить, чтобы прятаться И все, изи игра Это могло бы быть в DLC Мы нашли записку Итак, старая записка Вход в кому Человек может попасть из живого мира в кому во время сна Это может произойти из-за его или ее душевного состояния Либо из-за серьезного искривления в пространстве Как правило, таких людей легко вытащить назад И они быстро все забывают Тем не менее, в некоторых особых случаях Субъекты могут здесь застрять Когда это происходит Их тела в реальном мире погружаются в коматозное состояние Хм Бресс с духами В коматозное состояние Звучит Не обнадеживающе Вообще не обнадеживающе Вот она Лестница На наш этаж Заперта Нашли монетку Оу Мы вообще где-то в странном месте оказались Чего? Аааа Как это? Что это за блин дырки такие? Так нечестно Игра издевается над нами Так, теперь птицы здесь Сейчас будем от нее убегать, да? Будем, будем, будем Давай, заходи Заходи в туалет Спрятался я сейчас конечно в наглую пробежал я просто шокирован что это за почему у нас я зашел назад в ту же дырку в тот проход через который я прошел а меня игра назад отправила я что играю в японскую rpg с какими-нибудь головоломками хотя японцы корейцы они же все азиаты не подумайте ничего против азиатов не имею но может это их фишка ладно птица на нас хочет напасть в этом коридоре я готов нападай так там что-то можно было исследовать взять может записка назад я вернуться не могу а убийца была там ладно идем тогда дальше что поделать игра стала более жесткая кидать нас коридоры что мы не можем никуда спрятаться убийца у нас бежит туда мы могли там шкаф спрятаться ну блин это если она нас уже замесила это бесполезно уже проще с боем встречать найдена записка старая записка реликвии 1 реликвии имеет мощную связь с комой обладая реликвией можно легко попасть кому и свободно по ней перемещаться если реликвия подобное моей связано с трагичной историей этого места тогда ее эффект становится еще сильнее одна где мы выходим а наконец-то мы выходим близко к нашему классу так тихо что это будет концовка или нет жуткие корни и черная масса исчезли птички птички играли утром когда мы были в нашем реальном мире пять утра но все еще темно телевизор выключился этот странный ролик больше не играет на доске пусто здесь больше нет нищих имен итак все кончено прошу скажите мне что кошмар закончился кончено нет все только начинается неизвестный эй что случилось почему здесь скорая другой парень у какого-то парня из один ге прямо в классе случился припадок ого у него что эпилепсия была не знаю его йонха зовут ну по крайней мере мне так его одноклассники сказали йонха впервые слышу неудивительно бьюсь обзаклав что он один из тех задротов которые часами тусуются в интернет-капе после игры в спейс краб о тогда понятно такие вечно избегает людей мне его даже жаль очередной несчастный случай эта школа сошла с ума блин еще один что ли согнулся вау это что янхозник лучше молись чтобы этим делом не занялась полиция менгиль эй эй а чего вы на меня-то уставились придурки я его может быть и шпынял но шприх падок-то я никак вызвать не мог менгиль довольно ни твой наглый язык ни твои выходки тебе не помогут как такое могло произойти у йонха никогда не было подобных проблем клянусь на этот раз я тут ни при чем я поеду в больницу после школы хочу его повидать серьезно я слышал что там легко подхватить всякие болячки и умереть девка не стоит хватит называть меня деткой лучше я заболею чем услышу от тебя еще хоть одно слово подождите я с вами мэм пожалуйста оставайтесь здесь его родители уже оповестили они скоро приедут в больницу но я его учительница тогда займитесь другими учениками пожалуйста мы о нем позаботимся ладно поехали йонха с ним все будет порядке мисс он я уверен надеюсь сэха надеюсь еще чуть-чуть и он бы выбрался вырвался и теперь реликвия в руках тени она слишком сильна у школы сейва большие проблемы йонха нужно вытащить его иначе он останется в коме вечно бедный йонха что же с ним случилось что вообще здесь происходит у него был мой кулон надо бы позвонить бабушки вот мы и закончили закума реку я так понимаю я получил не очень хорошую концовку возможно даже плохую что-то значит я сделал не так или бы либо наоборот чего-то не сделал весь интерес среда таких игр где много концовок как получить эти концовки и похоже в этой игре не все так однозначно поскольку несмотря на то что я сдал предметы все исправил оценки я все же не получил ничего хорошего ну конечно исправление оценок это достаточно очевидно очевидная вещь и возможно разработчики специально так сделали чтобы забудать игрока в любом случае я доволен игрой дальше чтобы выйти на другие концовки надо либо пробовать самому но возможно до всего будет сложно догадаться здесь как вариант искать еще в интернете в принципе если концовки такие же или примерно такие же и условия их получения как в изначальной версии игры то возможно в инете можно найти ответ как получить те или иные концовки как мы видим были какие-то кругляшки как будто дырки об плейте в том моменте когда была концовка возможно каждая из этих дырок кругляшок означает та или иная концовка посмотрим в поиске у нас что указано есть всякие картинки есть за те или иные действия которые мы сделали все которые помечены звездочкой три это за исправление оценок и мы можем те которые помечены звездочкой ставить на меню например я могу поставить это на меню или поставить так эту на меню ну и так далее и вот эту можно тоже так мы вернем пожалуй вот это на меню что у нас не открыто так подсказка не всем дано это хакнуть хм возможно это относится к компьютерам каким-то ну что за компьютер не знаю может что-нибудь другое не ленись поделись тоже нет предположений даже что это такое так картинки что есть еще выполни задачу 1 2 вот это было выполни задачу 3 я точно знаю еще подсказка выполни задачи с чистым сердцем что это значит с чистым сердцем и у нас так у нас здоровье отображается в игре как сердечки у меня есть предположение я ничего не губил может быть чтобы получить вот этот фон или картинку которая здесь будет с чистым сердцем может надо вообще не получать урона от тени за всю игру ну знаете такое вполне может быть это же азиатская игра плохо что в игре нет ачивок по крайней мере на пк их нет и по ачивкам возможно если бы они были для разных консолок можно было бы догадаться там бы было по крайней мере описание если бы оно было понятно можно было бы даже и не гуглить а понять что нужно делать интересно что за задачи выполню две задачи выполню одну задачу у меня открылась эта картинка здесь было выполню три задачи и я тоже можно поставить на фон это достаточно красивая картинка но хм выполню задачи с чистым сердцем не знаю я не знаю если кто посмотрел все эти видео и вот это последнее если вы знаете как получить другие концовки напишите мне в комментариях под этим видео или дайте ссылку на ресурс где это написано ну так чтобы конкретно например не просто там ну вы знаете на таком сайте а конкретно ссылку или на тему если в стиме например есть и так далее мне стало интересно конечно хочется увидеть и другие концовки но не знаю на видео скорее всего других концовок не будет это все зависит от того найду ли я как их получить и какие для них условия потому что если условия для какой-нибудь хорошей концовки вообще не получать урона за всю игру то это достаточно жесткое условие и чтобы пройти так игру идет немало времени ну что ж если вам понравилось это видео поставьте лайк поделитесь с друзьями напишите ваши комментарии также пишите и про концовки как другие получить если знаете а с вами был спорплей всем пока и да под скриптом это хорошая игра она не страшная но в нее достаточно интересно играть и вполне можно ее и купить будет да но скорее всего на скидки потому что полная сумма ну не знаю очень спорная в игре нету ачивак и это плохо ну что ж а теперь уже точно всем пока так так и